ДНК-оптомеров 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 Модификация позволяет наделить оптомеры предпочтительными свойствами, что идеально подходит для использования оптомеров для замены антител. Нами был разработан метод выделения простатспецифичной фракции нановизикул, основанной на использовании ДНК оптомера к простатспецифичному мембранному антигену и магнитных частиц. Принцип метода заключается в использовании взаимодействия дибензолциклоактина ДБЦО, прикрепленного к 5-штрих-концу ДНК оптомера и азидной группой, находящейся на магнитных частицах. Данные взаимодействия входят в группу реакций, называемых кликхимией, семейство реакций, приспособленных для быстрого и надежного получения химических веществ путем соединения между собой маленьких элементов. Для детекции эффективности протекания реакции азидолкинового цикла при соединении использовали оптомеры с красителем цианин 5,5 на 3-штрих-конце. Как видно на слайде, процент связавшихся с магнитными частицами оптомеров составляет почти 85%, что можно считать высокой эффективностью образования комплекса оптомер-магнитные частицы. Процедура выделения позволяет ограничиться стандартным лабораторным оборудованием. Микроспин, термошейкер, мультивортекс, магнитный штатив. Для детекции и оценки концентрации размеров выделенных нановизикул использовались проточный цитометр и прибор для анализа траекторий наночастиц Nanosight NES300. Пробоподготовка включала в себя 4 этапа. Первый – это подготовка плазмы, при котором плазма последовательно центрифугирует по 10 минут при 300, 1500 и 2500 G, после чего супернатант пропускают через фильтр с диаметром пор 0,22 мкм. Следующий этап – это окрашивание мембранным красителем, после чего следует пропускание образца через колонку для эксклюзионной хроматографии и сбора нужных фракций. И последний этап, при котором концентрацию и размер выделенных визикул оценивают на Nanosight. Для выделенной общей популяции визикул концентрация составила около 2 на 10 в 11 степени частиц на мл со средним размером частиц 110 нанометров. Процесс выделения ПСМА специфичной фракции на нанобизикул включал 5 этапов. Первый – это сборка комплекса. В 100 мкл ПБС смешивали магнитные частицы с азинной группой и специфичный к ПСМА ДНК оптомер с ДБЦО. Инкубировали 3 часа при комнатной температуре на мультивортексе. Следующий этап – отмывка комплекса от не связавшихся с магнитными частицами оптомеров. Комплекс осаждали на магнитном штативе, удаляли супернатант и ресуспендировали в 100 мкл ПБС. Процедуру повторяли 2 раза. Затем инкубировали комплекс с выделенной общей популяцией нанобизикул. Осадив комплекс на магнитном штативе, добавляем к осадку 100 мкл визикул и инкубируем в течение ночи на мультивортексе при 4 градусах Цельсия. В четвертом этапе спираем супернатант для повторного выделения. Осадок отмываем и ресуспендируем в 200 мл ПБС. Последний этап – это анализ полученного образца на проточном цитометре. Для демонстрации эффективности разработанного протокола сравнили процент положительных событий с методом на основе использования биотинилированных антителом магнитных частиц, покрытых стриптовидином. Как показано на первой картинке, разница в эффективности довольно значительная. 9% при выделении предложенных методов против 1,6% при использовании антител. Также для проверки разработанного метода процедуру выделения повторили для супернатанта, собранного после первого цикла выделения. Количество по СМА специфичных нанобизикул снизилось с 9 до 5%. Таким образом, разработанный метод по эффективности существенно превышает сходные методики, использующие антитела, и потенциально позволит упростить процедуру выделения специфических фракций нанобизикул плазмы.